Форума пальцев Еще можно многое узнать о себе и по форме пальцев и ногтей. Но перед тем, как начать изучать свои пальцы, не забудьте подписаться на наш канал и включить оповещение, чтобы быть в курсе всех новинок от Эдми. Номер 7. Безымянные и указательные пальцы Келли Везельман, американский ревматолог, утверждает, что вы можете многое узнать о себе, просто изучив свои руки. Давайте начнем со снов. Сравните свои безымянные и указательные пальцы. По данным 15-летнего исследования, проведенного Уоррикским университетом и Институтом по исследованию рака, мужчины, у которых указательный палец длиннее безымянного на 33%, меньше подвержены раку простаты. Однако китайские исследователи обнаружили, что такие мужчины чаще страдают от коронарных заболеваний сердца. Женщины с более коротким указательным пальцем в два раза более подвержены остеоартриту коленей, согласно исследованию Натенгемского университета. У обоих полов более короткий указательный палец говорит о повышенной вербальной и физической агрессии. С другой стороны, это также указывает на предрасположенность к успехам в спорте. Кроме того, исследователи из Кембриджского университета обнаружили, что мужчины с такой чертой обладают талантом зарабатывать деньги. Номер 6. Ногти А теперь взгляните на свои пальцы, точнее на ногти. Какой они формы? Если они напоминают миндаль, а эту форму многие считают красивой, то вы утонченный и чувствительный человек, художник по натуре. Короткие ногти указывают на вашу нетерпеливость и находчивость. Те же черты характера относятся и к людям с длинными и широкими ногтями. Если у вас длинные и узкие ногти, то, скорее всего, вы немного эгоистичны и мелочны. Однако романтика и сентиментальность вам не чужды. Если у вас короткие и широкие ногти, то у вас горячая голова. Ногти в форме веера указывают на то, что вы легко теряете самообладание. И вам повезло, если форма ваших ногтей широкая и квадратная, потому что это означает, что вы уравновешенный, прямой, честный, терпеливый и легкий на подъем человек. Состояние ногтей также отражает состояние вашего здоровья. Клиника Майо описывает следующие проблемы с ногтями. Синдром наперстка. Точечные углубления на ногтях может указывать на такие заболевания, как псориаз, реактивный артрит и аллопеция. Симптомы барабанных палочек. Утолщение верхних фаланг пальцев говорит о заболеваниях печени и сердца, воспалительных заболеваниях кишечника и проблемах с легкими. Кайлонихия или ложкообразные ногти. Они действительно вогнуты, как ложка. Это признак недостатка железа, гемохроматоза, гипотириоза и сердечных заболеваний. Симптом Терри. Это изменение цвета ногтя, когда верхняя его часть становится темно-розовой. Это обычный симптом старения. Однако, в некоторых случаях это может указывать на сердечную недостаточность, почечные нарушения, заболевания печени и диабет. Линии БО или волны на ногтях предупреждают, что у человека скарлатина, корь, свинка, воспаление легких, диабет или недостаток цинка в организме. Онихолиз. Это серьезная деформация ногтя, когда он отходит от ногтевой пластины. Эта часть ногтя может быть желтого, белого или зеленого цветов. Такое состояние указывает на заболевание щитовидки, псориаз, инфекцию или негативную реакцию на лекарство. Синдром желтых ногтей. Это признак хронического бронхита или отечности рук. Существует еще одно заболевание ногтей, которое не включено в список клиники Майо. Это состояние описывается как двухцветный ноготь, когда верхняя часть окрашена в коричневый цвет, а нижняя в белый. Согласно исследованию, проведенному докторами Вен Те Хаун Гом из военного госпиталя в городе Гао Сюн, Тайвань, и Чиа Вао Ву из Национального медицинского центра обороны, это симптомы хронической почечной недостаточности. Если же ваши ногти коричневые у основания, это может быть признаком меланомы, опасного рака кожи. Говорит Дебра Джалиман, дерматолог из Нью-Йорка. Номер пять. Форма пальцев. В книге «Китайская медицинская хиромантия. Ваше здоровье в ваших руках» описывается пять форм пальц. Хорошенько рассмотрите свои собственные. Они напоминают квадрат, конус, лопатку или барабанные палочки? Или они тонкие и длинные? Вот заболевания, которые ассоциируются с каждой формой. Квадратные пальцы имеют тупой кончик и указывают на риски желчно-каменной болезни и неврастении. Конусообразные пальцы – круглые и длинные, с заостренным кончиком. Такая форма пальцев может говорить о заболеваниях основания шеи и диафрагмы. Пальцы лопаточкой могут говорить о диабете, сердечных и цереброваскулярных заболеваниях. Пальцы, похожие на барабанные палочки, могут сигнализировать о таких заболеваниях, как рак легких, сердечные заболевания и хронические заболевания дыхательной системы. Тонкие и длинные пальцы указывают на то, что человек склонен к депрессии и заболеваниям пищеварительного тракта. Номер 4. Большой палец. Большой палец руки также играет большую роль в определении вашего характера и состояния здоровья. Давайте сначала определим, какой он формы. Он длинный, короткий, похож на песочные часы или тупой на конце. Длинный большой палец указывает на то, что вы прирожденный лидер и любите, когда у вас все под контролем. Короткий большой палец говорит о том, что вам нужно поработать над своей самооценкой. Большой палец в виде песочных часов указывает, что вы добрый и понимающий человек. Палец тупой на кончике подтверждает, что вы спокойный и творческий человек. Теперь попробуйте оттянуть большой палец вниз. Он тугой и негибкий? Или вы легко сгибаете его кончик? Если вы выбрали первый вариант, то, скорее всего, вы боитесь перемен. Аккуратно относитесь к финансам и вами трудно манипулировать. При этом гибкий палец означает, что вы легкий на подъем человек, который легко адаптируется к любым условиям, но может быть и довольно наивным. Китайская медицинская хиромантия делает акцент на важности большого пальца. В книге идеальный большой палец должен быть полным, длинным и сильным. Так он указывает на хорошее здоровье. При этом люди с коротким большим пальцем будут подвержены головным болям, гипертонии и сердечным заболеваниям. Номер 3. Ладони. Нет, мы не собираемся читать линии руки. Просто рассмотрите свои ладони. Если они покрыты красными пятнами, то такое состояние называется ладонная эритема и оно является симптомом заболевания печени. А если ваши ладони потеют, то, скорее всего, вы нервничаете или стоите рядом с человеком, который вам нравится. А если без шуток, то потные ладони могут быть признаком заболеваний щитовидки, менопаузы или гипергидроза. А если вы сейчас смотрите на ладони, приглядитесь и к рисунку на кончиках пальцев. Он похож на спираль, арки или педли. Согласно исследованию, проведенному университетом Саутгемптона, отпечатки, похожие на спирали или завитушки, указывают на высокое кровяное давление. И чем больше завитушек, тем выше может подниматься давление. Номер 2. Сила рукопожатия. Рукопожатие – один из признаков здоровья сердечно-сосудистой системы. Как это проверить? Пожмите кому-нибудь руку. Исследование, проведенное в 2018 году, американскими и британскими учеными показало, что чем сильнее рукопожатие, тем ниже риски сердечно-сосудистых заболеваний и ремоделирования сердца. Кроме того, это признак хорошей памяти и высоких когнитивных способностей, что подтверждает исследование UK Biobank 2018 года. Если же у вас слабое рукопожатие, то вы на 20% более подвержены заболеваниям сердца, раку и болезням дыхательной системы, согласно исследованию, проведенному университетом Глазго. Номер 1. Мизинец. Существует три типа мизинца. Тип А. Мизинец находится на высоте верхнего сустава безымянного пальца. Тип Б. Мизинец чуть выше верхнего сустава безымянного пальца. Тип В. Мизинец заканчивается немного ниже верхнего сустава безымянного пальца. Теперь давайте обсудим, какие черты присущи каждому типу. Тип А. Если у вас такой мизинец, то вы сдержанный человек, но раскрываетесь рядом с близкими людьми. Вы производите впечатление сильного, спокойного и независимого человека. И оттого некоторые считают вас высокомерным и эксцентричным. Но вы не прочь и повеселиться время от времени. Тип Б. Вы не из тех, кто первым заводит разговор. Если вы влюбляетесь, то влюбляетесь всем сердцем, но боитесь, что вас могут глубоко ранить. Вы целеустремленный человек и легко справляетесь с любым давлением. Тип В. Вы не держите обид. Вам некомфортно, когда вы оказываетесь в новой обстановке или компании. С одной стороны, вы уважаете мнение других, но при этом любите быть лидером и всегда держите свои проблемы при себе. Вам нравится, когда другие люди зависят от вас и вы хотите завоевать их доверие. Что касается здоровья, то у типа А и Б здоровые селезенка и желудок. При этом люди с типом В могут страдать от проблем с пищеварением, диареей, нарушений всасывания и нерегулярного стула. Конечно же, если у вас есть со мной по поводу своего психологического или физического здоровья, незамедлительно обратитесь к врачу. Как у вас прошла эта необычная медицинская проверка? Напишите в комментариях. Не забудьте поставить этому видео лайк и поделиться им с друзьями. Подпишитесь на наш канал и присоединяйтесь к Эдми.